Всем ребят привет! С вами Седой Копатель, Седой в деревне. Сегодня третий выпуск. На календаре 12 сентября. Ну, расстроились некоторые люди, в частности, кто ставил ставку на 7, 8, 9, 10, 11. 12 еще не вечер, может быть, что-то еще всплывет. Это видео я решил вам показать, выпустить, из-за того, что я хочу анонсировать приз, кто выиграет. Кто первый раз смотрит мое видео, хочу напомнить, что Седой в деревне завел небольшое количество курчик, в зиму взял 15, потом будет расширяться. И я вот хочу рассказать и показать непосредственно на своем канале Седой Копатель, потому что приз будет от самого Седого Копателя. А что за приз? Вот такой вот, ребята, киотный крест, который будет разыгран на стриме, вручен, вернее, победителю. Кто угадает число, когда у меня будет первое куриное яичко. Так что имейте в виду, ставки ставить еще можно. Ставки принимаются в ВК, у меня в группе, под репостом. Ищите, смотрите. Курочки у нас должны... Кинг, прекрати гонять их, прекрати, а то они никогда у нас не разродятся. Они у нас осваиваются. 6 числа я их привез. И вот 6 дней, да, неделю уже осваиваются. Но приятно то, что они освоились, пьют, едят из моих кормушек. Так что все хорошо, замечательно. Ну, а про приз я сейчас в фокусе. Это все покажу. Приз будет еще оформлен в очень красивую рамочку с бархатом. Может быть, даже под стекло. В общем, все это я вам покажу еще у себя в группе. Так что подписываемся на мою группу в ВК. Кинг, уйди. Кинг лезет. Блин. Кинг, прекрати. В общем, сейчас я вам покажу сам приз. Ребята, приз вот такой вот кетный крест. Достаточно неплохого состояния. Имеются два херуимчика. То есть этот крест не часто попадается. Вот именно в таком сохране. Он был чищен, отреставрирован. Вот на обратной стороне имеется даже целое ушко. И имеется молитва. Вот такой вот крест у нас кому-то отправится. Непосредственно победителю, кто угадает число. Ставки еще, повторюсь, принимаются. Ай, Кинг гоняет курьи. Для него диковинка. Он, наверное, хочет их слопать. Да, Кингух? Слопать хочешь? Отстань ты. Отстань. В общем, ждем, когда вон те мои курочки начнут нестись. Но с таким помощником это, наверное, затянется на вторую неделю. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки получим, получим яичко. Получим. Сделал дополнительно несколько кормушек. Кормушку сделал вот такого характера еще для травы. Вот такую вот кормушечку. Они прямо из нее зачетно берут корм. Прямо зачетно. Вот. Ну и все хорошо. Концовочку вечером, наверное, сделаю, когда будем спать, укладываться сегодня. Посмотрим. Понаблюдаем за нашими девчонками. Как они там укладываются. Все, Кинг, пошли, пошли. Пускай они не пасутся, несутся или все-все-все вместе взято. Все, пошли. На участке, ребята, я немного продолжаю свою работу. Сейчас вам покажу, что у меня получается. Ну, заодно сегодня сделал Кингу вот такую вот шикарную, шикарную будку. Я прямо туда сам залазил. Будка прямо огромная на две собаки. Подругу может сюда притаскивать. Вот. Все это сделано, ребята. СБУ, ребята. Не вложено ни копейки. Большие хоромы. Так. Ну, участки, ребята. Здесь, в этой области, я уже как бы все подровнял, выровнял. Еще по весне. Но все равно. Видите, вот этот перепад. Перепад буду выравнивать за счет вот таких вот грядок. Грядки решил вот такие вот устанавливать. И сейчас как бы пытаюсь разложить, как все будет по фэншую, чтобы все было хорошо, красиво. В общем, здесь я как бы тоже выровнял под один уровень. Получилось неплохо. Здесь старые грядки я разобрал. Здесь пока у нас растет все. Вот. Тоже будет все по фэншую. Здесь я тоже все думаю, как здесь разместить это все. Мучаюсь вот с этими вот огромным перепадом. Перепад. Огромный. И баллоны прям летят в пух. Не хватает баллонов. Приходится копать. Сейчас. Ну, по грудь, ребята. По грудь. Хорошо, что я шурфолог. И как бы все это у меня в задатках. В задатках. Вот. Здесь вот я все думаю. Здесь возможно камнем природным буду выкладывать, чтобы не осыпалось. Ну, а так в целом перепады большие. Вообще большие. Клубнику возможно всю будем пересаживать именно в баллоны по всему периметру. То есть будут. Здесь тоже будут у нас грядочки. Огурцы я перенесу на верхний ряд. То есть верхний ряд будет огурцы. Вот так вот. И они будут свисать. Потому что как бы чтобы было более эстетично. Вот здесь я тоже выровнял все. Здесь у меня получилось неплохо. Вообще, когда в 2-3 ряда баллоны укладываешь, получается красиво. Но когда выкладываешь в 5-6, уже как-то не камелефон. Дорожка. Дорожка будет засыпаться землей. То есть выравниваться. Здесь тоже будет ряд баллонов. Смотрите, сколько железа выкопал, непосредственно копая баллоны. От старых владельцев. Здесь будет переход ступеньки. Здесь все будет отсыпаться землей. То есть все будет, получается, трехъярусный. Там ступеньки будут. Здесь вот. Здесь ступеньки будут. И здесь вот прямая линия. Вот чем я занимаюсь, ребята, в свободное время. Копаю, копаю, копаю. Так что копать еще приходится много. Вот этот бугор полностью будет срезаться. Копанины будет предостаточно. Ну, я думаю, в итоге из говна конфетку мы все-таки сделаем. Кто вкопал баллоны, знает, насколько это все тяжело. И баллоны искать нынче не так легко. На всех шиномонтажках баллоны все отобрал. В общем, баллонов уже практически нет. Ну, ладно. Как-то так. Погнали. Курочек, наверное, укладывать. Ну, а пока здесь курочек нету. Кто не знает мое хозяйство. Сделал я им вот такой вот шикарный уголок. Как вы видите, 12 число прогорело. 12 ставка тоже пустая. Как вы видите, яичек у нас нет. Все честно, без обмана. Вот. Ну, как бы, знаете, собрал уже ведро кокулик. Кокульки тоже, ребята, как бы цену имеют. Даже дороже, чем конский навоз. Я смотрел, гуглил. Так что ведро набрал. Вентиляция, ребята. Приточка обычная. И вот такой вот вариант. Сейчас работает летний. Когда наступит холода, я это прикрою. И будет работать нижняя. Снаружи сейчас тоже вам покажу. Ну, тот, кто первый у меня на канале, хочу повториться. Все сделал как положено, ребята. Брус 50 на 50, чтобы лапкам было удобно ходить. Ступеньки тоже сделал. Здесь у меня кормушка вот такого варианта. И паилка. Внутри водичка чистая. Вот. И еще сделал бункерную кормушку. Прямо на несколько мешков. Это я уже готовлюсь на зиму. Вот. Она будет работать зимой. Также у меня имеется вот такой вот детектор. Мини ферма. Мини ферма. Прямо как у меня. В общем, время стоит. Когда приходит вечер, здесь свет включается. Они укладываются в течение полутора часов. Свет горит. Специально я сделал на 10 ватт. Светит на их койке. Вот. И утром. Утром тоже включается. В 6.00. И час им на подъем. То есть в 7 часов свет выключается. И они выходят у нас гулять. Вот такая вот, ребята. Можете брать на вооружение. Осталось дождаться яички. 15 штук. Здесь прям умещается прям в легкую. Я думаю, что все 40 здесь уместится. Потому что как бы занимаем только верхний ряд. И здесь вот немножко. Здесь вот еще вот как бы не особо пусто. Вот. За неделю ведро как улик. Прибыль уже есть. Осталось продать. Так. Ладно. Снаружи сейчас я вам покажу, как у меня работает вытяжка. Возможно. Возможно. Буду добавлять сюда вентилятор. Возможно. Потому что когда я утром прихожу, я сразу смотрю на влажность. Влажность в синем диапазоне. То есть влажно. Влажность, к сожалению, им не нужна и не кстати. Температура у нас 15 градусов. Вот. Это нормальная температура для курочек. Чтобы нестись. Вот. Дальше у меня будет возможность зимой, если здесь будет прохладненько, будут, будет включаться обогреватель. Вот. Идем. Наружу вам покажу, как вот эта вот система у меня стоит снаружи. Так. Свет. Свет выключим. Снаружи у меня как-то обходит здание. Вот. Стоит вот такая вот. Трубу я поднял на метр с небольшим. Она будет работать зимой. То есть теплый воздух будет подыматься. Ну и естественно будет здесь образоваться конденсат. И я сразу решил ее утеплить вот при помощи шубы. Конденсат будет сливаться, ребята, элементарно. Буду вытаскивать пробку. И отсюда будет водичка выливаться. Ну, возможно, я вам это еще продемонстрирую. Хочу посмотреть на деле, как работает такая система вытяжки. Так. Вот так вот. Ладно. Погнали. Итак, ребят, все. Выгул у нас пустой. Девочки у нас пошли спать. Так. Сейчас мы в окошко закроем калитку. Калитку я переделал, потому что они на нее садятся и пытаются полетать. Так, свет у нас сработал. Все у нас там укладывается. Вот. Ну ладно, не будем дожидаться. Автоматически свет выключится. Ну а я, пожалуй, наверное, напомню еще разок. Мини ферма работает. Мы ждем, когда будет первое яичко. Конкурс. У нас по поводу этого организовался. Тот, кто угадает, какого числа, какое число выпадет, тот получит от меня киотный крест. От седого у копателя. Так что, приз приятный. Я очень думал много, что разыграть. Монеты банально. Что-то именно с какой-то тематикой тоже. Вот такие отные кресты. Он всем полезен. Мы все православные, славяне, да? И, как бы, это наши корни. Если вы не верующие, можете кому-нибудь подарить. Подарок будет зачетный. Восемнадцатый век. Кресту очень-очень много лет. Так что все. На этом все. Всем пока. До новых встреч. На канале Седого. Седой в деревне. Запомнили? Седой в деревне. Но это видео выпадет у седого копателя. Чтобы аудитория поняла, что у нас происходит, когда седой не копает. Вот так вот, ребята. Так что давайте. Заходите. Подписывайтесь. Будет очень много полезного, интересного. Земля. У меня два участка. То есть, огромных. На одном будет у нас культурные растения. На втором будет, вроде ферма, курочек разводить. Возможно, что-то еще у нас будет. Вот. То, что будет приносить прибыль. Доход. Ютуб перестал, да? Платить. Так что будем крутиться. Как можем. Вот. Так что все. На этом точно все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok